Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Уникальная пещера в Западной Армении, естественная температура которой не меняется. Когда в Ереване откроется посольство Турции, голодные медведи представляют опасность для путешественников в Ване, в Западной Армении. Группа стран планирует создать региональный альянс против Турции. США ответили на предложения Минобороны Турции по С-400. Две новые книги на польском языке, посвященные геноциду против армян. Сегодня исполняется 86 лет. Гран Тома Тавосяну. Интервью с Орегом Микеллианом, директором Бюроканской обсерватории. Кафе Яниган в городе Аньтаб в Западной Армении, которая находится в пещере и которому более 500 лет привлекает внимание своей постоянной температурой. В некогда оживленном кафе, теперь из-за коронавируса, царит спокойная атмосфера. Управляющий кафе отмечает, что температура в пещере летом и зимой совершенно не меняется. Эта пещера использовалась как карьер в 1500-х годах. Внутри пещеры есть колодцы. На улице 0 градусов или плюс 45, температура в пещере всегда плюс 15 градусов. Ереван в отношении Анкары меняет сам язык разговора, призывает перейти от слов к делу. Даже несмотря на то, что в сложившихся условиях появления в Армении посольства Турции, возможно, будет сопровождаться жесткими спорами и массовыми проявлениями публичного недовольства. Но армяно-турецкое примирение не является внутриполитической проблемой двух соседних стран. Это часть новой большой кавказской игры, которая только начинается. Глава МИД Армении Арая Айвазян отвечает на вопросы депутата в Национальном собрании, заявив, что Ереван ожидает открытия турецкой границы. По его словам, закрытие границ с Турцией было обусловлено статусом КВО в Карабахе, который теперь изменен. И у Турции больше нет причин держать границы с Арменией закрытыми. С формальной точки зрения Айвазян прав. После подписания трехстороннего мирного соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном о прекращении Карабахской войны статус КВО в Карабахе действительно резко изменился. А пункты соглашения, предусматривающие разблокировку всех коммуникационных коридоров, в том числе между Западным Азербайджаном и Нахачеванью, через территорию Армении, обуславливают процесс нормализации ее отношений с Турцией. Но есть и важные нюансы. Подробности здесь. Полный текст статьи доступен на нашем сайте. Из-за холода во многих частях Западной Армении многие животные испытывают трудности с поиском пищи. В последние дни особенно хищники стали появляться у населенных пунктов. Вчера в провинции Чулдеран-Вана вместе со временем снегопада медведица и ее медвежата, не найдя пропитание, спустились по дороге к городу. Попытки медведей найти пропитание фиксировала камера мобильного телефона одного из водителей. Вчера в Афинах встретились официальные лица и министры иностранных дел ряда стран Персидского залива. Как сообщает Армен Пресс, передает Associated Press. Представители Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ встречаются в Афинах с министрами иностранных дел Греции, Кипра и Египта, которые уже поддерживают региональные контакты. К ним по видеосвязи присоединился министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан. Страны-участницы поддерживают Грецию в ее споре с Турцией по Восточному Средиземноморью. Премьер-министр Греции Кирякус Мицатаки сообщил, что семь стран-участниц планируют проводить регулярные контакты и встречи. Официальный представитель Госдепартамента США Нет Прайс прокомментировал заявление министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что официально Анкара может предложить Вашингтону использовать Критскую модель в системах ПВО С-400, приобретенных у России. Несколько дней назад Акар заявил, что предложит использовать модель Крита, учитывая, что член НАТО Греции имеет российские системы С-300, но использует их только во время военных учений. В этом случае Турция может не включать в постоянное боевое дежурство и частично использовать закупленную у России систему ПВО С-400. Американский чиновник заявил, что позиция США по С-400 не изменилась. Они продолжают считать сделку неприемлемой. Во второй половине 2020 года в издательстве Marek Publishing в Базнане, Польша, вышла книга под названием «Уничтожение армян. История геноцида». Издание книги осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и национального наследия Польши из Фонда содействия к культуре. Эта польская книга является переводом на французском языке, а авторское право, которое принадлежит армянину французского происхождения Микаэлу Нашаняну. А в декабре 2020 года Шплонский университет Котовицы Польши опубликовал на польском языке работу Граера Магакяна, исследователя и преподавателя университета под названием «Армян-турецкий конфликт» 1915 года, под данным французских и российских СМИ 21 века «Избранные выпуски». Этот объемный том состоит из пяти основных глав. Грант Мотовещан родился 12 февраля 1935 года в селе Ахнидзор Туманянской области. Учился в сельской школе, затем продолжил образование в Кироваканском Ланадзорском педагогическом институте. С 1958 по 1962 годы учился на историко-ликвистическом факультете Ереванского педагогического института. Параллельно с учебой работал корректором в журнале советской литературы и литературной газете. В 1965 по 1967 годы прошел высшие сценарные курсы в Москве. Литературную арену он вышел в 1961 году с повестью «Ахнидзор», получившим широкий резонанс. Вся работа Мотовещана связана с деревенским жителем. Мотовещан был членом Союза писателей СССР с 1964 года. В 1996 по 2000 годы представительствовал в Союзе писателей Армении. По его романам снят ряд фильмов «Мы и наши горы», «Приближается осень», «Поставлены спектакли». Мотовещан получил признание не только в Армении, но и на постсоветском пространстве, получив одну из высших литературных наград СССР – государственную премию. Произведения переведены и опубликованы на русском, английском, французском, немецком и других языках. Мотовещан скончался 19 декабря 2002 года в Ереване, похоронен в пантеоне Комитаса. Директор Бюроканской обсерватории и регионального астрономического центра Арек Микаэлян представил в эфире телевидения Западной Армении общую научную ситуацию в Армении. Он сослался на традиционные научные направления, отметив, что на основе традиционных появляются новые. Рассказал о связи экономики и науки, о миссии государства в послевоенный период по выводу экономики и сложной ситуации и другое. Программы доступны на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Нубар Пах Тюркуга». «Нубар Пах Тюркуга» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!